друзья я приветствую вас на канале алекс дозор и сегодня хочется с вами поговорить о мелочах но очень важных для нас мелочах для меня так точно и я хочу с вами этими вещами поделиться это даже не аудио аксессуары аксессуары аудио аксессуаров идея этого видео у меня родилась вот вот в эту распродажу 11 11 я еще думаю блин ну снимать его распродажа кончится а как бы актуально не актуально а будет же шиши черная пятница и вообще будет ни одна распродажа и поэтому всем распродажам посвящается вот я поделился с женой что хочу снять про все про всю вот эту вот мелочуху видео о том что у меня есть какие-то склады какие-то переношу она говорит слушая это же горит не вот эти вот видео когда а что у меня в сумочке этом приходят какие-то знаменитости каким-то ведущим там разбираются в сумочке какие-то штуки там находят которых не находили никогда сидят при я не видел никогда эти видят а мне вот жена рассказала что есть такие видосы а давайте посмотрим что у меня в сумочке нет это я конечно прикалываюсь но как бы в каждой шутке всего лишь доля шутки а остальное правда давайте начнем с этого момента скажем так самое главное вы все знаете что я прослушаю в основном как бы на ходу то есть на работе и где-то когда в поездках куда-то еду ну все сравнения все как бы выслушивание нюансы конечно там дома раскладываю все это дело разлаживаюсь и скажем так уже вникаю как последним этим но вот ну то есть наушники я слушаю неделю после этого в разных условиях и на работе и в транспорте и и как бы и в городе и не вы за городом а потом с вами делюсь своими впечатлениями от наушников короче первая да вот у меня мой старенький рюкзачок обычный да скажите не удивит вы меня тоже не удивил обычный найковский рюкзак оригинальный для вообще как бы люблю по оригинальной я не очень хорошо отношусь к подделкам потому что они как бы и служат хуже и то есть это уже преступление нарушение закона и я как бы этих вещей не поддерживаю а вот такой вот новый рюкзачок тот уже сносился там изменечку поменял я купил взамен того тот я брал в мега спорте этот брал спорт мастере сейчас атлетикс вот по нынешнему времени переименован магазин вот недавно купил и этот рюкзак мне очень понравился видите сравнение с тем он квадратный и то есть сюда мне удобней слаживать какие-то свои вещи вот это кстати штука не сильно это дэмиксовский рюкзачок ткань такая как чуть-чуть прорезиненная водоотталкивающая soft touch поверхность на бегунках от змея бегунки такие вот мощные тракторы ну если можете видеть они они увидите нужно поставить ссылку обязательно на все что я буду сегодня показывать мне будет работы много ссылку вы найдете в описании на найковский тот рюкзак наверное уже ссылки не будет а этот за недавно эти еще даже не снимал не все эти слетели снимать не захотел защитные пленочки короче говоря классный прикольный рюкзак тут два кармашка для быстрого доступа а в чем он классный в том что он вот как бы квадратненький тут реально бег туда так накидала но там как-то этот ну то есть развалилась завалилась а этот в нем удобно сама организация делал там как бы раз и квадратненький вот такой вот кошелечек в него положу самое главное ребята здесь вот этой штукой я хожу на работу с работы нашу здесь все почти все свои вещи плеер с усилителем я храню отдельно то в принципе что что говорить нужно показывать погнали и друзья забыл же сказать фотографии в instagram ссылки на все вот это будут в описании роликов где что брал только уж извините это все покупалось в течение двух лет ну вот сколько каналу примерно столько все это все это барахло и наживалась обживалась может где-то уже не будет товара может какие-то ссылки будут не совсем действительные ну по крайней мере на то что будет я обязательно размещу а дальше если что ну алиэкспресс вам в помощь в поиске да смотрите вот такая вполне удобная сумочка с двумя вот змеечками с ручкой если просто ее взять да ей уже где-то два года вот я ее пользуюсь каждый день изо дня в день ну вот как бы она так выглядит нормально кстати можно нашить сюда что-то кстати думал одно время это сделать потом то не мне как как-то вроде и так нормально кстати есть такие же но в виде аптечек то есть ну это же там по по отделениям по своей высоте они так вот на вид я на одну поглядываю может как бы сменить эту ну пока мне устраивает можно сказать местами где-то чуть-чуть вот мне не хватает места но потому что слишком много иногда приходится с собой брать ну так если под завязочку все аккуратненько сложить вот как сейчас я например я положил сюда чуть больше чем я обычно нашу видите три вот таких вот чехольчика обычно это один иногда это 23 я никогда не ношу если что они сюда могут влезть ну сумочка смотрите вот такие вот отделения есть еще одно я его не стал даже доставать она вот так вот вот стояла изначально как бы вдоль или можно было поставить поперек разделить я его вообще убрал вот так как будут у меня серединка лучше а здесь кабельки с зарядными здесь вот у меня влазят спокойно два зарядных одно turbo power одно обычное на 51 вот а это кстати от арии пинцет был поломанный теперь лежит сейчас сейчас покажу зачем пусть пока полежит помолчит по притягивает внимание зачем его с собой обычный микро юсб вот на такой смоточки такой чисто маленький микро юсб ну так на всякий случай может кому-то угостить может как бы понадобится два сразу и на topsy зачем мне две зарядки потому что некоторые гаджеты я заряжаю именно этими я свои усилители свой плеер я не заряжаю с turbo зарядки говорят что там предохранение я знаю я все это читал но береженного бог бережет и поэтому мне не трудно заряжать причем постоянно что-то заряжается отсюда телефоны отсюда усилители с плеером как бы так все это дело вы увидели дань по поводу вот этих смоточек я взял когда-то упаковку вот таких фонкин а теперь это кадр сейчас показано те же самые как он нам пока не нужен его супер покажу вот они тоже фонкин вот думали а классно можно там это кабеля короче говоря я ими практически не пользуюсь вот вот уже два года ну тут нет не помню сколько было вот сколько осталось на десяток двадцаток количество штук вроде не написано короче ли я не считал вернее тогда считал сейчас уже забыл очень быстро они приходят в негодность очень быстро вот этот момент он ну вот это вот она уже вот я еле держит видите вот вообще практически никак не держит и ну вот спокойно вот так вот лежат кабеля как этот пусть и я не вижу смысла зачем она она вообще нужно это что касаемо юсб кабелей а что касаемо обычных кабелей с винилом это это рабочий этот у меня для двух пиновых кабелей вот сюда влазят три толстых аудиофильских каната и тоже как бы вообще я не вижу никаких смыслов в этих вот закруточках она мне там совершенно не не нужна потому что я вот ну свернул на на пальцах сразу по-быстрому раз положил бах сверху 2 положил и еще раз сверху 3 это вот я сейчас так как попало практически напихал а ну там аккуратно все свернул и быстрее это же вот закрылась это металлический металл и в него вот не знак шита под вроде и вшита и приклеена для наушников может быть не очень может они там будут царапаться наушники я кстати в в нем не ношу наушники я либо же ложу сюда сверху ну вот это вот место получается свободным вот так я либо же закидываю сюда вот сверху их аккуратненько либо же я ложу их к плееру ну сейчас мы до плеера дойдем вот как бы вот этот у меня с кассеткой это для mmsx коннектор раз тут тут вот моточка есть и она более-менее свежая потому что я им не так уж и часто пользуюсь вот на самом деле есть раз и вот ну сама лучше вот честно мне для кабелей я думал это будет там для наушников я видел детишки вот по городу мелочь носили там в метро сыпали папа папа да попался мне один такой ребеночек вот именно вот с такой с кассетой с родителями шоу растянул мелочевочку достал там жетончик купил вот как бы такой расклад можно ключи тут носить и вот 2 с радио там кстати и разные но еще другие виды есть я приспособил вот еще под 2 пиновые здесь под 10 коннектор а здесь вот я немножко переделал поменял коннектор и на вот такие удлиненные 2 пиновые для gs аудио наушников потому что там выемкой с такими коннекторами удобно вот как бы вот такой вот нюанс дальше здесь у меня в этом чехле а в этом чехле мне виталий когда-то меру присылал наушники а еще почта раскурочила эту посылку с мерой было целое приключение вот здесь шанлинха 5 да вот этот вот чехол у него для ременного ношения я для работы приспособил очень просто про я думал там сочинял я намотал шнурок сделал петлю отдел его иногда даже иногда вот так вот и на улицу выхожу но это крайне редко в основном на работе но основном я сейчас со шнурка слушаю в mqa с тидала кстати от тидали я надеюсь что в скором времени я обязательно подготовлю вариант появилась возможность оплачивать и далек обузы из другие любые серверы которых у вас как бы нет возможности оплатить есть как бы ребята которые с этим очень сильно помогать и я думаю что в очень скором времени я сниму этот ролик вот обязательно или или в конце этого месяца или в начале следующего я хочу вам об этом рассказать я сам там вот хочу попробовать кобус очень сильно титул мне спасибо у меня добавляют в семью за это я очень сильно благодарен вот моим подписчикам а кобус я вообще не пробовал мне у меня очень любопытно как это дело звучит сейчас я вот и в себе поставлю а потом уже с вами будут делиться короче а я подумал еще может и скажи и закройщики верху обуви кто не знал и схожи в виде цепочек сшить так как бы петельками чтобы она вроде было симпатично но честно на это надо любить полдня на работе на работе она дарит как бы не убивать эти полдня работать чем быстрее закончишь на одной работе тем быстрее пойдешь на другую чем быстрее закончишь на второй работе тем быстрее придешь и начнешь снимать вот здесь вот резиночка потому что все это дело уходит в основном у меня под бутерброд я жарю вот так вот чтобы чтобы это было по mqa я вот как раз вот так и слушаю с кабелёчка хидис когда-то у меня в аж втором хидисе поломался кабель они мне аж три прислали вот бесплатно поем написал говорю как так я почти не пользовался кабель сломался не этот вопросов нету лови 3 за что мне нравится кстати хидисовский официальный магазин я вот такой вот вот такой момент вообще с этим делом так идем дальше и что же у меня дальше в сумочке дальше у меня вот такой чехол это от кабелей x-inch они обычно просто вроде как бы дать для кабеля много а для чего-то остального как раз здесь у меня лежит light гармоник мира вот тоже кабель от хидис тоже виталий мне когда-то подарил на день рождения сына полтора чуть больше полтора года назад это было илюши уже больше полутора лет вот я тут нашему чтобы они не бились не царапались я использую пакетики не стучали друг от друга не стирались я всегда так для металлических наушников потому что ну вот вот буквально вот такие моменты могут на них появиться это при всем том что я не часто пользуюсь и стараюсь быть бережным что здесь делает мера а дело это на то я когда устаю от каких-либо наушников которые слушаю это может быть по двум причинам потому что они полная гуана или же потому что они как бы рисковатые там сухие уже как бы бывает за день устаешь и хочется вот вот музыки просто хочется музыки не детали не анализа наушников не там чего-то просто музыки я ставлю меру и отдыхаю но скажу вам это бывает не часто если раз в месяц такое произойдет но она всегда со мной и очень мне помог помогла недавно в магазин ходил там послушать брус бтр 7 от фио и понял что со мной только вот эти вот наушники живете последние как они там скайл вот ну как бы не на тех наушники на которых надо разница пусть хорошие наушники прекрасные наушники для 20 долларов но не те с которыми надо разницу выслушать вот такой вот пультик это селфи-палки я ее как штатив вот это вот использую для съемок а пультик для того чтобы там ну треки переключать громко сделать вот тоже как бы удобно многие покупая думаю купить отдельно потом вспоминаю что у меня как бы с палки а вот как селфи-палку и 100 лет не использовал только последний раз свадебном путешествии а это было сделать два с половиной года назад да где-то или три три с половиной жена подсказывает хорошо когда жена а для меня как будто бы два с половиной прошло для нее три с половиной бывает вот и кто кого любит в нашей семье больше задумайтесь об этом есть еще вот таких вот два кармашка здесь я тоже ношу дополнительные резиночки с фио это с фио q3 чтобы бутербродничать вот они две штучки одна кстати там на где-то а вот будут у меня даже чайок есть когда-то южин еще до до войны до начала меня угостил мы прям перед началом встречались я ему там и doom переносил меру послушать он к н третий плеер брал я ему давал наушники их были времена вот это смола чистая смола пуэра и я так тоже еще нет не решаюсь выпить думаю вот когда как давай она кончится отмечу это дело алкоголь я не а чай люблю особенно хороший китайский кстати и вот такой вот мешочек от кибир тоже виталий в нем что-то присылал по моему мера в нем тоже и при приехала он был как защитный видите как только вкрапление получилось а это друзья не вкрапление это грязь ну грязь ладно громко сказано это у меня там на работе вот эти вот как бы как от кожи от материалов и вот она сюда вот так папа поведалась я пытался это дело вычистить вот этой штукой которая липкая для одежды но нет и теперь это у нас вот вкрапление в мешочек короче а здесь у меня но тоже такие про простые но нужные штучки свисточек на коннексанте тоже чтобы послушать ушки как они со свистка играют потому что но вот это это самый минимум для того чтобы как бы слушать любые наушники вот с алиэкспресс наверно даже любую гарнитурку которую вы на островках купите она отсюда будет играть гораздо лучше чем с отверстия вашего смартфона кстати если у вас нет отверстия со смартфона вот такая тоже не совсем недорогая штука стоит там копейки для реальные копейки не просто копейки а реальные копеечки стоит и вот у вас отверстие на три с половиной вот и все и вот когда-то купил тоже очень классный переходник долго искал чтобы без всяких влияние на звук было это вот 4 на два с половиной балансных с 44 пентакон вы в курсе что уже на новых плеерах на айбаса 170 на темпотек в 6 вот который ко мне едет каждом ролике буду решенка мне едет пока он не приедет а если он окажется говном вообще будет печально но познавательно да и поучительно вот и вот он как бы очень хорошо без потерь в звуке без каких-либо там лишних сигналов шумов наводок справляется со своей задачей у меня вот такой был на проводе тоже где-то на него обзорчик был вот и он как бы не сильно но вот там вот были какие-то наводочки вот какие-то уже искажения в звуке вот этот честно не дорогой и классно обычно не очень дорогие нужны вот такие штуки чтобы они нормально работали и вот такие вот две резиночки ношу с собой это вставочки для амбушюр это у меня были в дуну sp240 то есть если большой звуковод дату и маленький звуковод а отверстие там как бы минимум на 5 миллиметров они ну как как вот как прокладочки но есть одна проблема они налазят до вот этой вот части вот эта часть сужается и они чуть-чуть басовики делают подачку чего как бы ну мне лично незачем и поэтому они так лежат не знаю зачем я или в принципе и не пользуюсь если до конца вы их уже оденете ну навряд ли вы их снимите со звуковода ваших наушников все это что касается к опять-таки ну туда же вы положить можете за что что угодно я я как бы делаю вот так как мне удобно и и этим с вами делюсь и что у нас осталось из этого скажем так кисика у нас осталось вот это вот коробочка и вот мы вспоминаем а вот этой палочки да раньше был пинцет но видите с какого-то материала с такого не сильно надежного как картон какой-то прессованные а потом еще стабилизированный такой в полу пластик чепуха как текстолитик такой рыхлый скажем так и я кстати заказал сеточками вот на этой распродаже заказал пинцет такого же видать плана для замены сеточек хочу на некоторых наушниках сделать рекаблинг по этому поводу выкинуть то барахло что там стоит поковыряться поставить нормальные и снять обязательно об этом ролик но надо дождаться пока приедут материалы вот об этих вот дуну sp240 их я говорил это вот с них хотя их можно поставить в принципе для любых наушников и на 145 как бы этот переходничок тоже тоже как бы подойдет и даже вот сюда здесь вообще огромное отверстие почти ни на какие наушники это дело не садится это sp30 почему выпустили sp40 гляньте то есть тут как бы чуть чуть меньше вот эти уже даже не продаются ну может где-то и продаются но уже не выпускается звук с ними конечно ребята да ширина все единственное что вот эта штучка от вибрации может чесать немножечко вам ну щекотать вернее после чего чешется звуковой канал особенно в динамических наушниках планарах это бывает вот получше звук конечно супер но сюда надо что-то 6 миллиметров 6 половиной миллиметров звука вот чтоб их вообще туда надеть ну взял уже пусть будут для общего развития вот такие еще у меня тут есть пеночки сергей клетком не прислал подарил спасибо ему большое и вот такую тоже вот это вот чистая чепуха не покупайте ни в коем случае вот это я брал для как раз вот для тоненьких короче говоря вот то это вот это классные пенки но они меня уже ушатанные трак одна чуть больше одна чуть меньше я брал 2 элечку и эмочку вот вот эти вот маленькие пенки они просто шикарны они не делают ватности в звуке никакой вот чепухи туда не приносят полностью закрывают канал с хорошая шумоизоляция и с тем самым вот ну классно классно идет звук ну ладно я это сейчас не амбишурка посвящено дело я так быстренько уже закончил это способ и тут мандаринки оригинальные неоригинальные я выложил но вы их часто видите в сравнениях вот эти вот классные очень тоже недорогие вот так я организовывал все таки видео про организацию вы поняли это я уже ушел делать обзором душу рад и что еще хотел показать по поводу кабеля взял вот такой кабель но сценарий использования и для себя его не нашел это на магнитиках вот видите взял здесь микро юсби и избита от все и вот он вот как бы вот такой дело в том я что постоянно этот кабель использую сейчас сейчас покажу подпать почему это дело не очень вот в таком чехле видите уже ушатанный для переноски и жесткого диска я ношу свой усилитель и play вот тоже две змеечки вот так я фиксирую вот видите даже немножечко вот видно что то вы здесь вот постоянно джек вот вот так фиксирую отсюда торчат наушники и поэтому как бы сильно l-образные особенно если под большим углом так как бы не очень здесь мне подходят прямые штекеры и вот как бы так сюда я ничего не ложу чтобы не поцарапать ну что это бумажечку может какую-нибудь купюрочку разве что так вот наушники могу вот сюда вот в эту выемку еще вот положить и закрыть если это небольшие и не металлические какие-нибудь пластиковые наушники вот как бы и вот почему я не ну то есть не нашел себе особо как его использовать вы поняли потому что я отсоединяю вставляю а уж уж мне высовывать вот этот вот ну то есть как бы магнитный мне это на самом деле неудобно то есть раз вытянул зарядил и вернул назад тоже видите используют кабелек от хидис для этого дела то есть как бы я взял думаю ля прикольно будет и честно говоря даже для смарта это мне сюда надо еще один кабель положить и использовать его чисто для смарта ну зачем если у меня есть собственно вот тот и обычная с собой два смартфона нашу вот этот который снимаю я с него тидал обычно слушаю по инки и попробую как транспорт как плеер грубо говоря даже можно сказать использую а другой телефон у меня просто не бьющийся moto z2 и как бы все все вот эти вот дела по которой с ним удобно работать он не разбивается ну то есть как бы все 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 на нем и остальное есть и вот что еще хотел показать были у меня вы еще вот такие приобретения пользовался поначалу вот таким вот кабельком отдельно сюда ой кабельком чехольчиком отдельно сюда складывал наушники такой кожзам он тверденький не не мягенький то есть тут какой-то там или картон или или резина скорее всего картон обтянутый кожзамом вот так это выглядит вот сейчас я в нем как раз этот пресловутый хидис аж 2 наш раз и он не бьется ну не нашу он уже лежит я уже забыл когда им пользовался достаю так вот подзарядил проверил как чтоб он не чтобы не умер аккумулятор и поставил назад а вот это действительно классный чехол и если бы мне надо было просто носить с собой наушники и не носить все вот эти вот кабеля понимаете вот эту вот кучу кабелей не носить с собой усилители не носить с собой коробку сам бюшурами коробка с карандашами раскрою для наглядности скажите хвастаюсь ну пусть будет хвастаюсь это тем людям которые говорят как бы внутрь зачем кабеля и у меня еще пришли модульный кабель от x-inch вот такой серебряный только модульный я на него сниму обзор сравню как бы с вот этим после эксплуатации в обзор на этот есть по звучанию ну а так покажу два кабеля покажу как этот износился как каким он стал и каким был изначально и вообще модули посмотрим с вами то есть еще грубо говоря мне нужна одна такая коробка 4 это к тому что как бы ну то есть еще и кабель надо к наушникам купить вы посмотрите сколько я кабелей купил к наушникам чтобы достичь какого-то звучания ряд если вам нужен звук вы обязательно купите кабель и не будете пользоваться тем дрэком который зачастую кладут его особенно там до 80 до 70 долларов редко найдешь какой-то нормальный кабель 20 долларов их наушниках так вообще его там не будет а заменим на что-то отсюда во хотя бы вот на что-то такое от you know от найт си си кей что-то не сильно дорогое в районе там 10 долларов вот этот вообще 55 от qkz т1 кабель называется и он нормально вот вообще ветер делает по сравнению с тем кабелем который в комплект вот как минимум рекомендую его иметь вообще рекомендую купить кабеля кабелю потихоньку менять наушники купили не понравились там продали подарили взяли следующий ладно уже начал обзор кабелей делать побочка обзорщика этот открывать не буду шланг 5 вы сами все видели да уже вот вот классный для ношения вот вот это самый лучший вот вообще есть такие разные и трены 7g фио ну каких только вот этих вот маркировочек нет но я сейчас как бы не не за бренд я за сам кейс как удобно здесь вот немножечко такой вот тоненький поролончик мягенький ваши наушники не будут биться об стенки там царапаться допустим как вот в этих чехольчиках я их не для наушников использую только для кабелей наушники здесь как-то как-то стрёмно носить они вот так вот тут шерестят бьются а здесь уже нет здесь уже сложил вот аккуратненько там кабель ну сейчас не аккуратненько ну вообще я имею подразумеваем что это вот аккуратненько положил вот с наушничками он сразу не снимать все класс вот и защита и если упадет и если если еще что-то кстати вот эта штука забыл вам сказать очень сильно хотел у меня падала с рюкзака выпало рюкзак открылся битком набитый был а он был сверху но в нем так и был фио кюре и темпотек вид 1 и вот и он у меня вот как бы закрытом видим бах их хорошо шевет момент музыку не слушал и на асфальт рюкзака и я стоя ну полтора где-то метра примерно там плюс-минус 10 сантиметров и с ним ничего не произошло вот реально классная вещь прикольная симпатичная орион как как-то так а вот же до название орика орика или орио орио через камеру не видно и так не сильно видно не орика да орика орика какая-то или орика или орика реально классно круто ну то есть он все целое это там было где-то год назад все классно не к никаких повреждений поэтому как будут эти вещи они они нужны в хозяйстве они спасают жизнь нашим гаджетом они дают нам организацию дают все как бы вот эти вещи все хорошо вот такой вот получился ролик я надеюсь вы довольны им я собственным опытом поделился а теперь давайте пусть на все это барахло взглянет белок и скажет что он думает об этой вахханалии гляньте масика вытянул сонного сонного присонного на руки не пойду не пойду к твоим аксессуарам сам выбирай сам говорит снимайся твой канал ну иди погуляй твой канал сам снимайся шо тебе вот этот чехольчик зашел грызнул только что за бегу ночью да понравился понравился он с просонья особо нежный вчера грыз эту штуку илюша сегодня белок и смотрите все ему нравится а тихо не надо змейки грызть сегодня белочек вчера и лютой и и покусал захотелось ему что еще тебе понравится аж у железные кейсики не твое судак шум и так чухаемся вот видите видите он еще может вот так вот лечь его тогда можно гладить сейчас у меня стесняется ну в общем друзья вот такая вот у меня организация кабелей амбушюр кстати по моему не сказал это же таблетница это для таблеток вот штучка есть кстати если что на 6 отделений в виде мыльницы чуть-чуть она буквально больше я сам уже на нее смотрю мне что-то маловато 4 и ой и пошли и металлические пошли и все он раскусался нравятся да нравятся вот и лучше наверно брать сразу на 6 она вот на немножечко больше получается но но тема интересно и вот такие вот штуки я не знаю я не находил где их брать но я сильно не задавался вопросом ребята в группе а в описании ролика есть еще аудио группа интересная где нормальные отзывчивые люди в большинстве своем бывает конечно попадаются но быстро приструняются поэтому как бы если приходите будьте людьми в первую очередь вот такой вот это от фио ухты укусилка гляньте аж завернулась от фио 1 все тебе нравится все тебе заходите уходить теперь не хочет от фио hs или sh 18 hs жена говорит 18 вот такой вот коробочек я на них буду готовить обзор наверное на следующую субботу или на них или на серебряный кабель со сменными модулями от синж то все 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 я понял что ты вон как бы тоже удобно вот так вот вдоль и поперек вот понимаете как это дело вот как бы классно я его буду использовать не знаю что будет класснее бешурки уже попробовал чуть-чуть они такие тоненькие силиконовые чем-то издалека но это многие по отметили на sp100 и вот чем-то ну а дуну такой как как вот запатентированный силикон медицинский вот чем-то похоже но без вот этой вот головки и с тоненьким звуководом мне не села мне в левую в левое ухо как бы еще надо постараться чтобы нормально все если тут расперло прям вот пошло хорошо как бы туда вот ну вот так вот знаете тогда хорошо если свободненько то вот ему там бешурки там очень тяжело попасть так чтобы она прямо в звуковой что случилось канал попадала вот это пока таких первые впечатления но буду готовить и вы вспомните да говорил я в ролике что в этот вторник вас ждет обзор на вот эти вот ушки я его уже отснял сейчас будем монтировать вот си 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 и плюс очень оказались я понимал что это будут ну реально хорошие ушки вот но они оказались уж очень хороши поэтому поэтому до вторника и во вторник вы узнаете как это дело обстоит все пока всех люблю целую обнимаю и до скорых встреч нашем эфире во вторник стал собственно с вот этими вот ушками и в субботу с вот этими пока